Лекции на Радио 1 Все области человеческого знания Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Саватеев. Я доктор физико-математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ и ведущий научный сотрудник некоторых научных учреждений. Но на самом деле для нашей сегодняшней лекции это всё не важно, а важно то, что я популяризатор математики. И я себя последнее время позиционирую именно так. Сегодня тема нашей лекции — «Великие математические открытия прошлого». По сути, я просто расскажу про историю математики так, как я её вижу. Но история математики у каждого математика на самом деле своя. То есть каждый математик какие-то проблемы выделит как очень важные, а другие будет считать менее важными и второстепенными. Но всё равно есть некоторое общее понимание в математике, и, кстати, как мне кажется, в отличие от многих других дисциплин. В математике оно есть. Что было центральным в древние времена? Я хочу про всю математику вот этого вот самого высокого уровня, то есть про математику, в которой стоят проблемы тысячелетиями и их пытаются решать, сказать, что она выше всего, она вообще ни на что не опирается. И возникает действительно странный вопрос, почему математики находят себе гранты, почему общество считает, что их нужно кормить. Это довольно интересный вопрос, и ответ на него занял бы ещё час времени. Но вкратце так. Самые сильные математики воспитывают примерно, ну там, допустим, один такой математик высочайшего уровня воспитает сотню математиков уровня очень неплохого, которые уже, им уже не хватит вот этих великих проблем нерешённых, просто, ну как бы, они не смогут за них браться, ну, как говорится, кишка тонка. И они будут браться за задачи приземлённые, жизненные. А приземлённые жизненные задачи — это уже миллиарды долларов, и дальше всё понятно. То есть это как бы такие величайшие гуру. Вот эти вот задачи — это как маяки для человечества. Пока есть эти маяки, человечество движется вперёд. А внизу происходит всякое копошение с зарабатыванием денег каких-то там и так далее. То есть вот схема примерно такая. Это на некотором мистическом уровне происходит. То есть математика нужна на мистическом уровне. Но именно в мистику-то деньги и дают всегда. Поэтому у математиков никогда не было с этим, в общем, проблем. И при дворах всегда они прекрасно себя чувствовали. То есть, ну, там, не знаю, Пьер Ферма великий, да, жил при дворе, но он там что-то делал, ну, занимался каким-то казначейством. То есть, ну, как бы он пригождался королям. Математики, они всегда могут как-то помочь и в других жизненных вопросах. Но для математики всегда самое важное — это вот смотреть на эти маяки, на нерешённые задачи и пытаться их решить. Давайте откатимся назад примерно на 2,5 тысячи лет. Первое величайшее открытие математики — это простые числа. Простые числа, которые учат в школе, да? Что такое простое число? Простое число — это число, которое не делится ни на какое число, кроме себя и единицы. Вопрос. Конечно или бесконечно множество всех простых чисел? Ну, то есть, можно ли все простые числа перечислить? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Ну, дальше каждый из вас может открыть интернет, набрать таблицу простых чисел и увидеть до 10 тысяч какое-то количество простых. Вопрос. Этот список когда-нибудь закончится или он не закончится никогда? И чем дальше вы будете уходить вдаль по, ну, натуральному ряду чисел, тем больше простых вам будет вываливаться время от времени на вашу голову. Ответ дал Евклид. Ответ. Простых чисел бесконечно много. Сейчас я это прямо докажу устно. Доказательство проводится от противного. То есть, от противоположного утверждения. Мы будем танцевать от противоположного утверждения. То есть, предположим, что на самом деле простых было бы конечное число. Давайте из того, что простых конечное число, выведем некоторым образом, ну, какое-то противоречие. Значит, итак, мы берем весь конечный ряд простых чисел. Вот какое-то последнее число есть. И после него никаких простых чисел больше в натуральном ряду нет. Сделаем следующее. Перемножим их все. Так как это конечный набор, то ничего сложного нет. Ну, как бы, понятно, там очень-очень много-много миллиардов, триллионов чисел. Но, тем не менее, существует число, равное их произведению. А теперь к этому произведению, совершенно страшному, невообразимому по размеру числу, прибавим единицу. И спросим себя, может ли это число не быть простым? Давайте этот вопрос проанализируем. Если бы оно не было простым, то оно делилось бы на одно из предыдущих чисел. Хорошо, но то, на которое оно делится, да, оно либо само простое, либо тоже на какое-то еще число делится. Но если наше число делится там на число А, а число А делится на Б, то наше число автоматически делится на целое на Б. Ну, это там, так сказать, свойство делимости очевидное. Итак, мы будем дальше спрашивать про Б, простое оно или нет. Если оно простое, значит, мы нашли простое число, на которое делится построенное нами число. Но если b непростое, а в свою очередь b на что-то делится, в конце концов мы все равно найдем такое простое число, на которое наше огромное число будет делиться. Но вот это уже противоречие, потому что наше огромное число на единицу отличается от произведения всех простых чисел. В частности, на единицу, отличающееся от него число, заведомо делится на вот это наше простое, а значит следующее за ним делиться уже не может. Два числа подряд не могут делиться на одно и то же простое число. Вот мы и пришли к противоречию, то есть мы получили, что то число, которое мы построили, ни на одно из предыдущих чисел делиться не может. А значит по определению оно является простым. Но это же абсурд, это значит, что мы нашли гораздо большее число, которое тоже простое, а исходили мы из того, что вот этот набор простых чисел, он исчерпывающий. Ровно таким образом, так сказать, устроено вот доказательство от противного и таким образом Евклид доказал, что на самом деле никакого конечного исчерпывающего набора простых чисел не может существовать, а следовательно простых чисел бесконечно много. Это такое первое великое открытие математики. Из него, кстати, выросла некоторая гипотеза, которая до сих пор не решена. Она до сих пор стоит. Гипотеза такая. Давайте рассмотрим первые, ну как бы первые, ну например, 20 простых чисел. Мы очень часто будем встречать такую ситуацию, как 11,13, 17,19, 29,31, 41,43. То есть мы будем часто встречать простые числа, которые отличаются на двойку. Простых чисел, отличающихся на единицу, быть, ну по очевидным причинам не может, кроме числа 2 и числа 3, потому что в дальнейшем все четные числа, ну они делятся на двойку, то есть автоматом простыми не являются, да? И среди четных чисел всего одно простое число и число 2. Остальные на эту двойку делятся, поэтому непростые. А из двух соседних хотя бы одно обязательно четное. Поэтому подряд два числа не могут быть простыми. Но через один уже в принципе это возможно. А приори это может быть. И вот вопрос. А вот таких пар простых чисел, которые отличаются на два, их конечный исчерпывающий набор во всем натуральном ряду или бесконечный? Вот закончатся они когда-то или нет? Наступит ли момент, какой-нибудь может быть огромный момент на уровне чисел, состоящих там из тысяч знаков, да? Когда можно будет сказать все, дальше нет никаких пар двух простых чисел, идущих вот через два. Или же до упора уже сколько мы не будем идти по натуральному ряду все дальше и дальше, мы будем время от времени получать этих близнецов, как их назвали, в подарок. И этот вопрос до сих пор является открытой математической проблемой. А вот теперь я хочу сказать интригующую вещь. В 2013 году китайский ученый, живущий в Америке Итан Джанг, объявил о некотором достаточно серьезном продвижении в изучении этой проблемы. Не то, чтобы он ее решил, нет. Но он ее немножко обобщил, поставил в таком виде. Конечное ли множество простых, отличающихся, ну на 4, например, вместо двойки, или на 6, или на 8. Вот можно ли указать какой-то промежуток, фиксированный между двумя соседними простыми числами, такой, что вот на этом промежутке простые числа уже будут встречаться только конечное число раз. Ну или наоборот, значит, мы, может быть, будем утверждать, что существует такой промежуток, что через него идут бесконечное количество простых чисел. Вот что верно? Верно, что для любого промежутка когда-нибудь закончится появление простых на этом промежутке, или что существует промежуток, на котором уже на данном расстоянии существует бесконечное количество соседних простых. Он дал ответ. Существует промежуток, на котором их будет бесконечное количество. Он дал оценку, это промежутка, в 70 миллионов. Но впоследствии довольно тонкой работой целой группы ученых этот промежуток был снижен всего до числа 246. То есть мы не можем утверждать, что близнецов простых бесконечное количество, но мы можем утверждать, что для какого-то числа четного в пределах 246, всего лишь в пределах 246, уже бесконечное количество пар соседних простых на этом расстоянии. И вот это на наших глазах происходит. В тот момент было огромное вдушевление, и вообще казалось, что вот эту величайшую проблему, открытую проблему математики, самую старинную, вот сейчас прямо возьмут и решат. Но нет, вот 4 года прошло, пока еще все-таки до конца не добились. То есть про простые близнецы все еще открыто. Дорогие друзья, сейчас мы перейдем к новой теме, связанной с корнем из двух. Но это будет после некоторой паузы. Сейчас мы на секундочку прервемся. У микрофона Алексей Саватеев. Мы говорим о величайших открытиях математики. И сейчас я хочу перейти к открытию корня из двух. Что это за открытие такое? Это открытие времен Пифагора. Был семинар у Пифагора. Сидели на берегу реки. Ну, сейчас трудно восстановить, как все происходило на самом деле. Существует там целый ряд каких-то источников. В них там описано примерно, как это было. А семинар на берегу реки, они обсуждали разные вопросы математики. И исходили из того, что все количества, которые существуют на Земле, можно выразить в виде дроби. Ну, то есть, грубо говоря, если мы измеряем, скажем, гирю на весах. Кладем гирю, смотрим, сколько она весит. Сколько в граммах она весит. То это количество грамм всегда можно представить в виде некоторой дроби. Что это как, скажем, ну вот, одна треть грамма. Что значит? Один на троих, да? Там, двенадцать седьмых грамма. Чуть больше одного грамма. Двенадцать седьмых. Ну, значит, как бы двенадцать на семерых. Мы можем так визуализировать это понимание. Что у нас есть некоторое количество яблок. И мы хотим разделить поровну их между некоторым количеством детей. Вот все количества, которые могут быть получены таким образом, называются дробями. Или более умно они называются рациональными числами. Это такой термин. Рациональное число. И пифагорийцы, ну, как бы они считали до определенного момента, что никаких чисел, кроме рациональных, нет. Ну, и быть не должно. Ну, они как бы, как они могут выглядеть, если они не могут быть представлены в виде дроби. И тут приходит один гениальный участник этого семинара. И говорит, вы знаете, диагональ квадрата не является дробью. То есть не может быть выражена в виде столько-то яблок на столько-то детей. Иными словами, если мы за количество возьмем, как бы, ну, вот, длину, да, длину диагонали квадрата и попытаемся вот столько яблок, да, раздать между детьми, то невозможно найти никакого количества детей, пусть даже очень-очень многого, много детей найти. Скажем, миллион детей найти. С лишним, там, миллиард детей. Найти какое-нибудь там примерно такое же количество яблок, чуть большее, и раздать между ними поровну, чтобы каждому достался ровно корень из двух яблок. А почему, кстати, я говорю про корень из двух? Почему диагональ квадрата я называю корень из двух? По теореме Пифагора. Рассмотрите внутри квадрата прямоугольный треугольник с равными сторонами. По теореме Пифагора вы сразу получите, что если сторона нашего квадрата равна единице, то тогда диагональ будет иметь длину корень из двух. Один квадрат плюс один квадрат равно х в квадрате. Вот мы получаем х в квадрате равно два. То есть х равен корень из двух. И вот этот вот корень из двух невозможно представить в виде дроби. Как древние говорили, не соизмерим с единицей. Там использовалось такое понятие соизмеримость. Дробь соизмерима с единицей. Ну, то есть можно взять маленький отрезочек, который целое число раз уложится как в количестве, выраженном этой дробью, так и в единичном количестве. То есть у нас есть единичный отрезок, а есть отрезок, длина которого равна нашей дроби. Ну, вот, например, дробь равна 7 двенадцатых. И единичный отрезок. Какой длины отрезочек укладывается целое количество раз и в том, и в другом? Одна двенадцатая. В единичном отрезке 12 раз укладывается, а во втором 7 раз. Ну, и вот понятно, что дроби — это как раз такие отрезки, которые соизмеримы с единицей. То есть они могут для дробного отрезка и единичного существует маленький отрезочек, целое число раз укладывающихся в том и в другом. Именно так это видели древние. Древние вообще, ну, в основном все видели геометрическим образом. Ну, и вот пришел человек и показал совершенно наглядно, абсолютно четко доказал, что корень из двух дроби не является. Есть легенда, согласно которой все участники семинара были ввергнуты в такой шок, что этого гения утопили в реке тут же, на месте, а его открытие решили не распространять никуда. То есть запретили. Корень из двух был запрещен к использованию, а изобретатель был утоплен. Но на самом деле я не готов поручиться, что было все именно так. Это слишком давно было. И много вокруг этого разных легенд и представлений. Могу лишь сказать, что впоследствии, конечно, это много раз было переоткрыто. И общим пониманием человечества наконец стал тот факт, что диагональ квадрата несоизмерима с его стороной. То есть существуют нерациональные числа. Их назвали иррациональными. То есть такими как бы странными, дикими, причудливыми. И вот исследование иррациональных чисел имеет огромную историю в математике. Постепенно понимали, как они устроены, все лучше, лучше и лучше. И впоследствии понимание вышло на такой уровень, что где-то два века назад случилась первая великая математическая революция. Она состояла в том, что несколько задач двухтысячелетней давности, задач на построение геометрических фигур циркулем и линейкой, были решены более-менее в один и тот же период. При жизни одного человека, так сказать. В начале девятнадцатого века. Что же это задача? Давайте я познакомлю. Это действительно величайшее математическое открытие. Там несколько имен надо назвать. Лагранж, Абель, Галуа, ну и, конечно, Гаусс. Вот эти имена, они... Это главные творцы вот этой первой великой математической революции, которая произошла примерно два века назад. Забегая вперед, скажу, что вторая великой математической революции происходит на наших глазах. Итак, Великая математическая революция номер один это период, короткий исторический период времени, когда были решены несколько, совершенно в разные периоды поставленных великих проблем. Революция, я именно это называю. То есть, когда стояли проблемы с очень разным горизонтом, и вдруг они в короткий период времени были решены. Итак, три секции угла, квадратура круга, удвоение куба и построение правильных многоугольников. Вот четыре вопроса, которые античный мир решить не смог. Можно ли цирковной линейкой разбить данный нарисованный угол на три равные части? Ну, только не какой-то конкретный угол, скажем, угол в 90 градусов, безусловно, можно. А вот произвольный угол вам дали, какой-то угол нарисовали, и вы берете и говорите, нужно сделать так, так, так и так, и вот в результате вот этого алгоритма построения каких-то там прямых окружностей с помощью циркуля линейки, вот здесь и здесь и здесь получаются точки, вы соединяете вот так их прямыми, и вот эти три угла равны между собой, делят исходный угол на три равные части. Это первая задача, которую античный мир поставил впереди, значит, себя, для всей планеты, сформулировал, но не решил. Вторая задача построить отрезок, который равен стороне куба объемом 2, то есть вдвое большего, чем куб со стороной 1. Опять же, древние так и не смогли научиться это делать, и задача осталась, соответственно, для будущих поколений. Третья задача квадратура круга. Построить квадрат, площадь которого равна площади данного, нарисованного на плоскости круга. Говоря нашим языком, это все равно, что построить число корень из π, квадратный корень из π. Ну, на самом деле, те, кто изучали теорию построения циркуля линейкой, а это я каждому советую, это не очень сложно, там довольно быстро оказывается, что если построен некоторый отрезок, то корень из длины этого отрезка тоже можно построить. Соответственно, построить корень из π или построить само число π, это, в общем, эквивалентная друг другу задача. Поэтому вопрос о том, можно ли с помощью циркуля линейки построить отрезок, длина которого равна длине окружности радиуса 1,2, то есть число π. тоже ничего не смогли сделать древние и оставили для будущих поколений. Ну и с правильными многоугольниками, там умели строить треугольник, пятиугольник, ну и там вместе с треугольником умели строить шестиугольник правильный, двенадцатиугольник и так далее. Домножение на два ничего не меняет, то что угол можно разделить циркуля линейки на две равные части, поэтому как бы удвоение количества сторон можно построить, если исходное можно построить. Ну и вообще теория построения правильных многоугольников Довольно простым образом сводится к теории построения многоугольников с простым количеством сторон То есть количество сторон является простым числом, не делящимся ни на какие другие Спустя много-много веков все эти задачи были полностью решены И это была первая математическая революция Примерно в то же время, когда поняли, что происходит с уравнениями старших степеней Когда-то давно умели решать квадратные уравнения Ну это знаменитая формула из школы, да? Минус b плюс минус и так далее Корень квадратный и дискриминанта делить на 2а В 16 веке обобщили на уравнение третьей и четвертой степени А вот дальше заглохло, процесс заглох И вот в начале 19 века оказалось, что невозможно написать общую формулу для уравнения степени больше, чем 4 Вторая революция началась с проблемы четырех красок Продолжилась великая теорема Ферма Далее была теория узлов Ключевые достижения революционные в теории узлов И дальше был Перельман И вот эта вот революция, она на самом деле продолжается Последние годы получен прогресс в разных других задачах И в общем, я думаю, что еще никто даже не может сказать, чем эта вторая революция закончится Значит, я хочу сказать следующее, чтобы не было непонимания со слушателями Вот этот передний край математики уже для меня пока недоступен То есть, несмотря на все мои степени, вот эти докторы наук там и так далее Математику переднего края я не понимаю и, видимо, в жизни уже понять не смогу Максимум, что я, может быть, сделаю, это я разберу доказательства великой теоремы Ферма Может быть, уже на пенсии, на глубокой Но вот этот передний край, это так далеко сейчас уже от школьной программы и даже от вузовской Что нужно, как бы, дополнительно еще учиться, может быть, столько же лет, сколько вы учились в вузе А может быть и больше Это кому как Чтобы к нему приблизиться Поэтому точно сказать, кто там открыл ящик Пандоры Я авторизованно не смогу Я могу сказать только, что мои коллеги математики Они, в общем, говорят, что теоремы Ферма открыла То есть, доказательство теоремы Ферма, данное Эндрю Уайлзом Оно действительно открыло ящик Пандоры Переписало просто Сейчас математика, как бы, получила новое дыхание И вот сейчас, как бы, посмотрим, чем это дыхание закончится Математика сейчас самая живая наука вообще Самая-самая-самая Самая главная Самая центральная Ну вот, на этом наша лекция подходит к концу Очень много вопросов я не осветил Но все они содержатся в некоторой книге Работа над которой, наконец, я вместе со множеством моих друзей закончил Книга называется Математика для гуманитариев. Живые лекции Это записи моих видео-лекций Которые также лежат в открытом доступе в интернете Которые были в 2013 году и в 2014 году Прочитаны в рамках курсов Вечерних курсов университета Дмитрия Пожарского Вот, ну, переходя, собственно, к концу нашей лекции Я хочу сказать следующее Математика не так страшна, как кажется По крайней мере, математика, ну, такого, начального уровня понимания То есть в ней также можно разобраться, как в биологии, истории или химии Ну, единственное, что в математике потребуется некоторое усилие То есть нужно будет, скажем, при чтении моей книги Нужна бумага и ручка Вы открываете, вам не нужно никаких предварительных знаний Но уже через несколько страниц вы понимаете, что у вас мозг кипит Не надо бояться этого состояния В настоящее время мало в мире того, что вызывает мозг, так сказать Вот делает вызов мозгу, чтобы он кипел И вот я очень рекомендую читать книгу именно с ручкой и бумагой Разбирая все доказательства Не пролистывая их Ну, когда-нибудь, типа, я когда-нибудь в это вникну А пока я просто, ну да, это прикольно Вот это вот про игру 15, а вот тут про футбольный мяч Это все прикольно, но я когда-нибудь потом разберу Не надо, сядьте и разберите сейчас Не так много в вашей жизни, скорее всего, ситуации, когда вам нужно реально напрягать голову Так вот, это, так сказать, тот момент, когда ее лучше напрячь И вы тогда поймете, что, собственно говоря, разбираться в начальной математике можно И на том уровне, на котором она будет вам помогать Просто в чисто житейских ситуациях Тоже вы вполне можете ее освоить Математика — это правильный образ мышления Более того, это единственный правильный образ мышления Прощаюсь с вами Меня зовут Алексей Саватеев Я доктор физмат-наук Ректор университета Дмитрия Пожарского Профессор МФТИ Ведущий научный сотрудник ЦМИРАН И Российской экономической школы Но, в первую очередь, я популяризатор математики Среди детей и взрослых Наша лекция была посвящена Великим математическим открытиям До свидания Лекции на Радио 1 Все области человеческого знания